Здравствуйте, уважаемые подписчики! Меня зовут Дмитрий, и сегодня я вам расскажу историю любви, отношений, брака наших подписчиков-зрителей. Молодой семьи девушки 31 год, мужчине 34 года. Они попали в сложную, тяжелейшую жизненную ситуацию. Но с другой стороны, сейчас каждая семья, любая молодая семья сталкивается с тем, что не хватает банальных денег. Они много лет назад познакомились, так сказать, у общих знакомых. Их пригласили, квартира, стол накрыт, люди сидят, все веселые. Ну, мы, говорит, как-то поулыбались, парень мне понравился, там шутки шутил, танцевал красиво, и все было как-то интересно. После чего непродолжительно мы повстречались, примерно 7-8 месяцев, красиво ухаживал, водил в рестораны. На тот момент он неплохо зарабатывал, он уже окончил автотранспортный колледж на тот момент и работал у участников сервиса. Сами понимаете, то время, это, я так понимаю, 2007-2008 года, плюс-минус, да, это что? Это автомобили, это любой мужчина с руками, любой мужчина с руками, это всегда деньги, живые деньги. Кстати, про деньги смотрите до конца, я кое-какую сумму покажу, прям с живой наличкой здесь сейчас, смотрите до конца. И девушка эта, она говорит, я подумала, что действительно парень вызывает доверие, голодать не буду, надо, как говорится, брать. Соответственно, она беременеет, далее она ему это говорит, я говорю, забеременела, что делать? Он говорит, ну, конечно, я тебя люблю, давай знакомимся к родителям. Ну, приходим к родителям, там все, там, картошечка, водочка, стол накрыт. Родители говорят, слушай, ну, в принципе, у него отец машинист вроде бы, ты чем занимаешься? Ну, я, говорит, тут по машинам двигаюсь, ну, ты нормальный, классный парень. Маме прям сразу понравился мужчина ее, и, говорит, как-то нас благословили. Ну, к его родителям съездили, у него родаки в деревне, хорошие люди, то есть они нас, в принципе, огромное им спасибо, обеспечивают от и до продовольствием. Там жрачка, мясо, все, картошка, все едет из деревни. Очень-очень, говорит, огромная за эту благодарность мы как-то вот так вот начинаем жить. Я по специальности банковский сотрудник. Небольшой банк, небольшой банк в городе, коммерческий банк. Ну, там, знаете, типа банк а-ля зарплатные проектики. Там какой-нибудь, там хлебокомбинат, там какое-нибудь предприятие, там что-нибудь еще, да. И люди получают зарплату через этот банк. Ну, я, говорит, как там вот типа бухгалтера. Зарплата, сразу скажу, по настроению. У начальника вот сегодня встал там с хорошей ноги, там 35 тысяч заплатил. Ну, так было немного раз. В основном это от 28 до 31-2 тысяч рублей, да. Как-то вот такие вот денежки я получал. Ну, в принципе, в принципе, как бы для моего города, для девушки это неплохо. Вы сейчас постепенно поймете, к чему я веду. Очень, друзья, интересная история. Она вот прям вот классическая. Это прям вот базовый сценарий небольших городов, базовый сценарий семьи, где мужчина-женщина пытаются как-то выстраивать взаимоотношения. То есть растут. Первый там год, два, три, четыре, пять, там вот до пяти лет, да. Люди растут в плане взаимоотношений. У них есть недопонимание. Будут ссоры. Это нормально. Потому что, извините, девушка привыкла жить вот так. Она видела у сто и семьи взаимоотношения папа-мама. Она видела, как папа реагирует на проблемы, как папа решает проблемы. Она анализирует, сможет ли мой мужчина, будет ли мой мужчина, и вообще есть ли в нем этот стержень, понимаете. И если у нее какие-то раздраи начинают происходить, это в принципе нормально. Но тут тоже важно, как мужик на это реагирует. Далее смотрите, что происходит. Она уходит в декрет. И вот здесь начинается, можно сказать, самый ключевой момент. База пошла, база. Уходит в декрет, соответственно, денег нет. Ну, там платят им копейки какие-то. Он работает на той же работе. А, чтобы вы понимали, он уже ушел от частника и уснулся к официальным дилерам. А что такое официальные дилеры? Ну, это, в общем-то, зарплата. Неплохая зарплата. В его городе немного официальных дилеров. Вы что думаете, там они как грибы, что ли, после дождя? Да, конечно. Пару автосалонов. Ну, работать их нарем. Потом, соответственно, беда идет за бедой. Уход многих компаний. Все, как бы, особо столько не надо. Там у нас, говорят, 4 поста было, да, с подъемниками. Там остался один, и то на ладан дышит. Я, говорит, ухожу. А куда? Ну, у меня, говорит, была категория С. Пошел на грузовик. Я так понимаю, какой-то там десятитоник. Ну, не знаю, а-ля вот, которые небольшие, да, подвозят там к пятерочкам продукты. То есть, без прицепа, без. Ну, вот как бычок, да, вот, например. Я помню, бычки вот эти вот. Вот, начинают там работать. Тяжелая работа. Начинают давать межгород. Межгород, уехал там на неделю, приехал чуть позже, да. Ну, чтобы вы понимали, ну, получает подсотку. Подсотку. Ну, очень тяжелая работа. За тяжелой работой что у мужчин следует? Стресс. Он сам ей говорит, я там уехал, словно в Уфу. Я, говорит, хочу заниматься сексом. Сейчас прям вот не могу. Она, ну, что, говорит, иди, я не знаю, там, подрачи. Ну, в смысле, говорит, подрачи. Я, говорит, то есть, понимаете, у него начинаются что? Чисто мужские нюансы. Он не хочет так жить. Первое, что хочет мужчина? Первое, нормально зарабатывать. Ужасно, просто ужасно. И дико себя чувствует любой мужчина, который мало зарабатывает. Вот, не знаю, не верьте этим балаболам. Там баламутом, балагуром. Ой, да я там, мне хватает. Ну, да, тебе хватает. Если ты живешь с мамой в хрущевке, пятиэтажке, ездишь там на задроченной какой-нибудь машинке, которая уже там пороги сгнили, все, на нее не смотрит никто. Просто медленно умирает. В общем-то, как это, да. Если это все, да, ну, тогда да. Если у тебя есть семья, если ребенка надо одевать, обувать, жена сидит в декрете, то мужчина должен зарабатывать. Он должен прям впахивать. Что значит впахивать? Ну, я считаю, сейчас на семью, сейчас на семью это нужно, причем неважно, минимум 100 тысяч рублей. Минимум 100 тысяч рублей. И вы сейчас такие шары вылупили. Дима, ты что, с ума сошел? Я там 20-30 получаю. Ребята, смотрите, могу легко обосновать. Я беру базовую семью, проживающую отдельно от мамы и папы. Не надо таких чудес, когда вот там подписчица писала на днях, мы, говорит, сексом заниматься, мама подойдет под дверью, полы скрипят в комнате и слушает. А все почему? И мы ее не можем послать нахер. Объясняю обоснование. Вы что, ребят, вы обалдели? Вы на моей территории. Вы в моей квартире. Вы в моей квартире делаете джага-джага. И я типа должна, я хочу послушать. Все. Вопросов нет. С утра встали яичницу жарить. Мама трется жопой там ходит. Она говорит, она меня бесит, как бы, это мама, подписчица с предыдущих. Ну, а что я ей могу предъявить? Она скажет, слышь, вон, видишь дверь? Пошла. Пошла отсюда, сука. Она вот так может ответить. И она будет права, потому что ее жилплощадь. Дети должны жить отдельно от родителей. Во-первых. Во-вторых, ну, согласитесь, должен быть автомобиль. Худо-бедно. Ребенка в поликлинику возит. Детский сад. Тебе самому на работу надо ездить. И это все что? Обслуживание. Обслуживание все? Мани-мани-мани. Понимаешь? Все требует денег. Все требует расходов. Поэтому сюда. Минимум, ладно, у тебя нету съемного жилья, арендового. То есть ты не плачешь. В любом случае, даже в своей квартире это ЖКХ. ЖКХ это минимум сколько? Ну, 5-7 тысяч рублей. Ну, вот, не знаю. У меня квартира там больше 60 метров. Новостройки. Там еще даже капремонта нет. Лету я плачу где-то 7, ну, типа, летом 5-800, зимой там 7. Да, у меня как бы она не низкая, я считаю. Не низкая. У многих там ниже. Ну, блин, у многих и квартиры меньше. Понимаете? Только у меня лоджия там одна только 15, наверное, метров. Если не больше. Понимаете? О чем речь, ребята? О чем речь? Расходы. Одеться, обуться. Ребенку пошел в сандали летом купил. Они что-то 3, что ли, стоят? Ботиночки на осень 3-800. Комбинезон зима 12-800. Пожалуйста. И это не самые верхние ценники. То есть расходная часть, нагрузка высокая, да. Кофточку зашел в спортмастер. Как вы думаете? По-моему, 3. Ну, там чуть-чуть бонусы, шмонусы. Две, что-то 900, что ли. Все стоит денег. То есть расходная часть. Минимум 100 тысяч рублей. У кого меньше, у тех не хватает. Как и у наших сегодняшних зрителей, подписчиков. Не хватает, говорят. Ну, банально вот не хватает. Мужчина грузится. Накапливаются обиды. То есть он в Уфе хочет секса, а она дома сидит. Что делать? Ему неделю еще надо там как-то жить. Здесь идет что? Гулянки, пьянки, проституция. То есть, пожалуйста. Он себе по телефону поговорил, говорит, хочу секс. Она говорит, ну, иди там, не знаю, подрочи за голову. Он пошел, снял шлюху за 3,5 тысячи рублей. Самую дешевую, самую обычную, простую, базовую там Жанну какую-нибудь, да. Или Лейлу. Ну, у них, конечно, это какая-нибудь Алена и еще кто-то. Но имена такие специальные, своеобразные, чтобы как-то тебя это бодрило, заводило, да. Скажет вроде я Алена. Ну, понятно. А скажет там Лейла. И у тебя так хоп, уже пристал немного. Ладно, шутка, конечно. Но в каждой шутке, да. Ладно, что делать в такой ситуации? Здесь он начинает жестко пить. Наш подписчик начинает жестко пить. От всех этих обид, недомолвок, да. Он говорит, я устал, все, я не могу. И слово за слово как-то. Я, говорит, ему пару грубых фраз сказала. И он прям как дал по косяку. И косяк вот весь обсыпался. Просто весь обсыпался косяк. Я стою, думаю, а если бы это было бы мое, не дай бог, лицо. Что же я бы тогда делала? Господи помилуй. Собираю ребенка, вещи. И к маме. Две недели, не видно, не слышно. Видимо, был запой. Дальше, соответственно, звонок. Возвращайся. Никуда, говорит, не пойду. Тут смотрю к вечеру. С тортиком стоит топорой. Запускаю. Он говорит, маме цветы. Купил гвоздики. Здесь ягод с тортом. Она говорит, ну, заходи, чай. Мама зашла, чай поставила. Вышел из кухни. Она с ребенком сидит. Он говорит, слушай, давай так. Извини, был неправ. Пил. Ухожу. Она говорит, ну, типа, из семьи. Нет, с работы ухожу. Она говорит, почему? Там пиентосы полные. Пиентосы полные. Меня спаивают. И вообще мне такой ритм не подходит. Устроить куда здесь? Она говорит, а куда ты тут пойдешь? Она говорит, может быть, вернусь в сервис. Какой буду лучше там красить? Там, ладно, был там я. Ну, слесарь был, я как понимаю, по подвеске больше. Говорит, хочу переучиться, может быть, на вариаторы. Ну, вариаторы это типа новые там совершенственные коробки передач, которые на китайцах сейчас. Которые на китайцах днями и ночами ломаются. Их нужно ремонтировать. Потому что на китайцах все одноразовое. И, соответственно, здесь получается, что? В принципе, неплохо. Она говорит, в принципе, что-то дошло. И она говорит, слушай, дорогой мой муж, я понимаю всю твою боль. То есть, женщина адекватная. Она его поддерживает, на самом деле. Это не шкура, которая, понимаете, сейчас очень много женщин, которые при первой сложности, при первой трудности готовы тебя бросить, оставить, профессиональные, сука, предательницы. Если вы смотрите это видео, вас очень много, вас миллионы, понимаете. Как только у мужчины проблемы, как только у мужчины стресс. Почему на лавку выйди своего, сука, города, если ты будешь отрицать? Бабки в ряд сидят. Бабок просто больше, чем голубей. Просто. А почему? А потому что бабки живы. И вопрос, почему живы эти бабки? Почему они еще не умерли? Почему они сидят на лавке, а их деды лежат на кладбище? Деды все, они не дышат. А знаете почему? А потому что мужчины живут меньше, чем женщины. И вы такие сейчас, ну ты что, Америку нам открыл? Да нет, ребята, не в этом дело. Дело в том, что мужчины умирают раньше из-за стресса. То есть мы на себя берем огромный уровень стресса, ответственности, деньги надо, обуть одеть всех, жена в декрете, все как бы. И если еще ты женился на профессиональной предательнице, которая у тебя вот в любой момент, сука, вот так вот, давай, до свидания, то все. То есть сердце у мужчины не выдержит. Отсюда мы видим столько смертей, тромб отлетает, еще что-то там. Ужас, ребята. Но наши подписчики не такие, она говорит. И я ему предлагаю, ну смотри, давай сделаем следующее. Ну она, видимо, меня давно смотрела, а я еще и в предыдущих видео говорил, да, кто не знает. Мы с моей супругой много лет назад еще вышли на маркетплейсы. Мы успешно торгуем, ну на одном из самых крупных маркетплейсов. Я говорил, ребята, присылайте свои истории. Если будут крутые истории, мы вас научим тоже делать самое. Для этого на почту вы должны сбрасывать, описывайте, ребята, все как. От себя мы делаем все возможное, чтобы люди тоже экспериментировали, пробовали, начинали. Далее она говорит. Я мужу говорю, так и так, вот есть люди, могут подсказать, помочь, обучить. Почему нет? Он говорит, а что там надо? Она говорит, ну небольшие вложения. Потому что ее двоюродная сестра, которая из Тамбовской области, она уже зашла, и у нее что-то получается. Причем она с чудовищной низкой суммой заходила. Просто с чудовищной низкой суммой. И далее, далее она начинает оборачивать капитал. Как-то это все наращивается, да. Просто она в хорошую, как бы, команду попала, так сказать, да. И ее научили. Очень много в сфере мошенников. Не ведитесь на этих супер-мега-крупных блогеров, да. Мы вот когда изначально начинали с женой, то есть мы продали имущество, да. Мы рискнули, мы не побоялись, блядь. Мы с маленьким ребенком, просто с младенцем, хрен знает куда, поперлись, да. У нас тоже стоял вопрос, слушай, ну не хватает. Как сейчас тебе будет хватать, если тебе не хватает, да. Но ничего, ребята, все получилось. Потому что люди, все-таки, я считаю, что есть хорошие. Вот девушка, она честно сказала, описала свою ситуацию, свою проблему. И у нее же был выбор, либо бросить и послать этого чувака. Просто, говорит, я не хочу ничего. Но она пошла другим путем. Она нашла мою почту, она скинул свою историю, да. Талия, конечно же, мы не бросим эту семью, не бросим. Но как можно бросать? Мы взяли их, так сказать, в оборот. Уже они немножечко понавтыкались, понатыкались, да. Сейчас, ребята, вы видите сумму. Это их первая закупка, да. Я даже не буду греха таить. Давайте посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Здесь, ребята, в левой руке я держу 10 тысяч рублей. Далее. Десять, двадцать, тридцать, сорок. Итак, 50 тысяч рублей. Это их первая закупка. Люди будут закупать товар. Дай бог, чтобы все получилось. Они прошли обучение, они сделали аналитику вместе с моей супругой. Все вроде бы должно быть так, как должно быть. Сейчас начинается сезон. Дай бог, чтобы у них все пошло. Я очень рад, что хоть как-то, хоть немножко мы смогли практически уже спасти одну семью. Спасти одну семью. Были на грани развода. Сейчас, я думаю, что у них все постепенно начнет получаться. Ведь, смотрите, вот он сотку получал. Хрен знает, где там мотался. Хрен знает, где ел, пил, спал, бухал. То есть, из-за чего? Потому что он тянулся. Понимаете, чтобы водителю сотку получать, это надо прям работать. Сейчас, что он может сделать? Он может просто устроиться в своем городе на работу, условно на полтинник. А она будет заниматься небольшой торговлей на маркетплейсах. Я считаю, что это вообще уникально просто. Запомните одно. Сейчас нету, в принципе, никаких других шагов и путей решения проблемы, как просто чем-то приторговывать. Но это все нужно сделать по уму. Не прохерачить у различных товарищей, которые сами не торгуют, ничего не делают, а просто болтают языком. Я на таких насмотрелся. Это просто ужас, ребята. Поэтому я считаю, что нужно начинать с малого. Нужно самому вникать и понимать. И самое главное, что, друзья, не надо расстраиваться заранее. Не надо бросать друг друга в сложную минуту. Нужно держаться и быть вместе. Потому что, друзья, я всегда считаю как, что мы живем, да, вот она система, вот она вселенная. То есть у нас идет взаимообмен энергиями. Ну, кто там, может быть, цветы Писания читал, тот понимает, что там собралось во имя мое там несколько, то у них как бы все обязательно получится. Поэтому, друзья, это говорит о чем? О том, что нигде-то там сверху какое-то божество сидит, да, и оно прям вот наблюдает за каждым. Это говорит то, что ты сам должен, должен, да, примкнуть кому-то. И вместе вы любые вершины, горы свернете и добьетесь все, чего хотите, любого. Ведь у нас есть только мы сами, наше воображение, то, что мы можем представлять, то, что мы можем посылать. И, соответственно, ну, руки-ноги, да, физический инструмент, как тело, телесный сосуд, который должен действовать, думать. И, ну, только посредством своего воображения, своих мыслей мы можем менять реальность так вот просто, ежесекундно. Поэтому, друзья, семь раз отмерь, один раз отрежь. Я очень рад за людей, друзья. Мы всем поможем, чем сможем, да. Я впоследствии, кстати, возможно, скоро даже грузовик буду брать, потому что я смотрю, я не ожидал, что мне казалось это как-то настолько неинтересно людям, что люди тоже захотят вникать, торговать. Я как-то всегда думал, что там, ну, типа, только 7-8% может быть предпринимателями, да, и всем как бы проще ходить на работу. Но сейчас такое время, что просто хождение на работу, как мне люди пишут, я не знаю, я давно на нее как бы не ходил, и не хватает, не хватает. А что делать, если не хватает? Надо тихо, спокойно присматриваться к тому и к тем, у кого хватает, перенять их модель, делать то же самое пошагово, структурно то, что делают люди, и все будет нормально, понимаете? А разбежаться там, развестись, оставить ребенка там без отцовщины, это ты всегда успеешь, поверьте мне. Поэтому, девчонка, молодец, да, давайте за них поставим лайк. Друзья, это не реклама, ничего, я тут ничего не продаю, мне ничего не надо. Вот моя почта, если кто-то хочет, присылайте свои истории, да. Если кто-то хочет вникнуть, просто наблюдайте за каналом, да, здесь мы будем постепенно давать интересные инсайды и истории. Друзья, офигенный формат, офигенный. Если вам понравился лайк, подписка, колокольчик, так я пойму, что тема зашла, и мы будем снимать этого больше. До скорых встреч, мои хорошие, всем пока. До скорых встреч, мои хорошие.